Мы вчера почувствовали, поэтому у меня было принято решение провести сегодня встречу с теми должными, которые вчера поставили на эти вещи. Это был достаточно подробный разговор, деловой. Мы разобрали все вопросы, которые поставили. В первую очередь, конечно, вопросы – это возврат в квартиру, и алгоритм, как это должно быть выполнено. Мы приняли план наших совместных действий, сократили сроки этих совместных действий, которых мы ставили ранее. В первую очередь, о чем нужно сказать? В первую очередь, любой проблемный дом на сегодняшний день, конечно, требует дополнительной инвестиции, дополнительной поддержки. Либо это инвестор, который сегодня в рамках принятого закона Саратовской области может зайти и помочь достроить дом. Ну, второе – это не исключено, что нужны необходимые дополнительные средства гражданам. Поэтому мы сегодня с гражданами договорились о том, что еще раз будет проведен подробный обсчет, сколько необходимо средств и времени, чтобы данный дом был построен. Второе, о чем мы договорились после подведения всех расчетов, провести работу сегодня с строительными организациями Саратовской области, которые могли бы достроить этот дом в рамках инвестиционного проекта. Инвестиционный проект, который представляет еще и больше, что правительство Саратовской области, совместно с администрацией городской области Саратов, может подыскать земельный участок и предоставить инвестору для того, чтобы он часть этих затрат реализовал потом инвестпроект на этом земельном участке. И оставшуюся сумму мы будем обсуждать также с гражданами, сколько у них есть, останется доплатить. Также граждане задавали вопрос о тех мерах, которые сегодня принимают правоохранительные структуры к тому собственнику, который привел к этой ситуации. Здесь тоже нами были отправлены необходимые обращения в следственные органы, в ГУВД для проведения соответствующих проверок. Сегодня представитель ГУВД присутствовал, подтвердил, что доследственная проверка проводится на предмет возможности или возведения уголовного дела соответствующих нарушений. И также нам необходимо провести анализ всей необходимой переписки, установить их сроки, ответы, какие направлялись в это следствие, чтобы здесь была максимально понятная, подробная дисциплина, чтобы письма, как сегодня граждане сказали, порой либо почте, либо не предоставляется лично, чтобы есть какие-то документы ухода, чтобы мы понимали, была обратная связь, что гражданам она приходит. То же самое, если мы проводим собрание, получается не мы, а застройщик, чтобы уведомлял каждого члена, который будет приходить, принимав участие или принимав какое-то решение, чтобы он был официально уведомлен, заказным письмом. Итогом всей этой работы будет принятие решения гражданам. Мы, создаватели ЖСК, нам сегодня, то есть, мы можем идти по двум путям. Первое, это попробовать создать ЖСК сегодня, не в рамках мирового соглашения. И второе, в рамках банкротства. Если мировое соглашение у нас, на семье жителей, не выполняет свою функцию, организация выходит в банкротство, и в рамках банкротства уже создание ЖСК. Но, конечно, это оттянет время, уйдет какое-то определенное время, мы тоже должны выполнять. Поэтому договорились мы через две недели встретиться, в промежуточной итоге провести той совместной работы, которую будем проводить. Специалисты по направлению доложат, что за эти две недели сделаны в рамках тех комп, которые я сейчас разручу, и наметить следующий комп для решения. Все, спасибо.